Друзья, всем привет! Вот решил снять обзор на жерлицы. Подробный монтаж системы жерлицы, как она выполняется, что для этого надо. Как на мой взгляд самая простая, самая надежная и самая ловистая система. Для этого нам понадобится леска, соответственно, сама для жерлицы. Леску будем выбирать обязательно. Обратите внимание, она у меня черная. Надо брать какую-то темную или цветную. Можно темно-бордовую или красную. В общем темнее, тем лучше. Она тем самым будет лучше заметнее на льду, на белом снеге, на белом льду особенно. Диаметр лески берем, ну, в данный момент у меня 0,35. В принципе, 0,35 леска. Ну, где-то от 0,30 до 0,40. В идеале, как мне кажется, 0,35 нормально. Для поводка я брал в Китае вот такой мягкий поводок 10 метров. Металлический поводок в оплёточке, чем-то покрыт металл, поэтому он такой мягенький очень. Я там ссылочку оставлюсь, и кого заинтересуют такие поводки. Ну, можете свои поводки там придумать. Можно из флюора делать. Я делаю некоторые из флюора 0,45-0,50. И вот с такого металлического поводка 20 лб. Китайский поводок мягенький довольно-таки. Мне понравился. На него последние все рыбалки, кстати, поклёвки и происходили. Щука брала смело. Проводок мягкий, гибкий, он хорошо играет. Так, для этого ещё нам понадобятся две трубочки обжимные. Но это не обязательно. Если у вас нет, можно и узлами вязать. И стопорки. Ну, это чтобы в стопорок упиралась оливка, грузик, отбойник. Всё, сейчас тогда берём, что наматываем на жерлицу. Ну, соответственно, сама жерлица нужна. Сейчас тогда на жерлицу наматываю леску. Я обычно лески наматываю примерно 20-25 метров. Ну, мало я не наматываю, в принципе, смотрите, как хотите. Мало часа, честно скажу, не советую мотать лески. Потому что бывают такие случаи у нас, у коллеги, у знакомых было. Она не успевала добегать до жерлица при поклёвке щуки. Хорошие щуки. Она полностью леску разматывала и потом просто ломала эти жерлица. Только одни запчасти улетали в лунку. И такое не раз было. Поэтому, в принципе, как по мне, ну, минимум 20 метров, лучше больше 25 наматывать. 25-30. Успеете, по крайней мере, добежать, пока она будет разматывать. Ну, а если вы ловите, конечно, где много травы, то и жерлица у вас подносом, то можно и меньше мотать. Смотрите, как я наматываю леску. Делаю петлю восьмёркой. Такую петелечку смачиваем. Берём эту петлю, исправляем сюда леску, делаем удавочку и на жерлицу. Так, жерлица у нас... Смотрим правильно, чтобы всё было. Так, у нас она вот так идёт. Сейчас набрасываем удавочку, вот, удавочку набрасываем. И закручиваем. Вот в таком направлении закручиваем. Ну, всё, и наматываем примерно, я говорю, от 15 до 25 метров. Ну, я наматываю больше, не нравится. Всё-таки надёжнее, когда больше успеешь добежать, пока я разматываю щук. И тем более, как блогеру, пока скамер, то и сюда, лучше лески побольше не жалеть. Ну, вот, всё. У нас на жерлице намотано. Я намотал где-то 25 метров, может чуть больше, 30. Так, ставим в сторону, чтобы не мешало. Продолжаем дальше работать. Дальше у нас идёт просто грузик. Делаем грузик и пускай ускользает туда дальше. Так, всё, грузильца есть. Вес оливки примерно 12-14 грамм. Если бы точно, там уже не помню, где-то так. Да, от 12 до 14. Что-то такое. Так, теперь делаю резиночку. А, вру. Сначала стопорок для грузика. Отбойник. Чтоб узел не раздолбливал. Так, вот, одели стопорочек. Теперь уже резиночку можно. Так, стопорок продели, резиночку продели. Теперь берём... Ну, у меня уже есть заготовленный поводок один. Один конец ещё пока чистый, а у другой уже обжатый. Обжал вот такой трубкой диаметром один миллиметр. Вот так поводок, на котором вертружок... К этому вертружку будем вязать узлом клинч нашу основную леску. Вот, берём так. Раз шесть вот так вот. Прокручиваем, прокручиваем, прокручиваем. Это узел клинч. Ну, можете набрать в интернете, если хотите более подробно посмотреть, как он вяжется. И запускаем так всю нарезку. Вот, чтоб получилось так. Всё это дело сейчас смачиваем. Вот. И затягиваем. Вот так, чтоб получилось вот так. Вот так. Сейчас с ней затяну. Вот. Обрезаем лишнее. Хвостик. Хвостик небольшой оставляем. Я обычно делаю так. Хвостик оставляю и вот эту вот резиновую трубочку, что мне надевали до этого. Вот это вот. Сейчас резко спрячу. Этот хвостик прячу. Хвостик заправляю в трубочку. Таким образом. Резинку сейчас натягиваю прямо на вертлюг, чтоб залезло. Немножко вот так вот. Так, вот есть, да. Стопорок опускаем. Сюда всё. Всё завязано, всё красиво. Сюда будут упираться у нас. Грудильцы. Есть. Это дело. Дальше. Ставим тройник. Берём трубочку. Я не ставлю сюда карабинов, потому что у меня крючок один сразу нужного размера. менять ничего не собираюсь. Сделаю его одноразовым сразу, можно сказать. Всё равно поводки тоже менять надо. Та же вырабатываются, как и крючки. Даже быстрее, наверное, чем крючки. Поэтому без всякого лишнего железа ставлю сразу тройник. Видите, никакого лишнего железа. Всё. Только обжиманная трубка и сразу тройник. И знаете, в чём это плюс? Не только в том, что меньше железа. Плюс ещё этой обжиманной трубки. Видите? Тройник очень хорошо гуляет. Играется. Он не зажатый, ничего. Он в петельки играет. Так же, как и малюка, получается, будет с ним хорошо шевелиться лучше. Сейчас выжимаем. И, в принципе, всё. И всё готово. Опа. Для этого специальные подсказубцы для прижимных трубок. У меня были такие китайские. Я их доломал всё-таки. Рано или поздно. Надо купить другие получат. Всё. Вот теперь всё готово. Ну, всё желится в сборе. Ещё раз получилось. Сейчас я покажу. Ну, вот такой монтаж вышел. В принципе, всё очень просто. Всё элементарно. Ещё раз. Пробежимся быстро. Леска 035. Тёмная желательно. Чёрная. Красная, тёмно-бордовая. Чтобы её было видно на белом снегу. Скользящая грузика оливка. 12-14 грамм. Для узла отбойник стопорок. Резиночка на узел. Дальше идёт вертлюг. К вертлюгу уже идёт у меня набжимые трубки сам поводок. И тройник на обжимые трубки. Я сделал по максимуму меньше металла. Чтобы никаких карабинчиков. Пристёжечек. Ну, у меня до раза поводок. У меня просто запасный жерлиц. Поэтому я, если, допустим, такой не дай бог порвётся, я просто другу жерлицу возьму. Или флюрокарбоновый сюда поставлю поводок. Но, как правило, ни разу ничего не обрывалось. Всё крепко и надёжно. Главное, перед каждой рыбалкой перепроверять. И это один из вариантов класть классики на тройник. Есть ещё, конечно, на двойник ловят люди. У меня тоже такие жерлицы есть. На всякий случай. Вот вам сейчас покажу. Это немножко другая ловля на двойник. Тут же вес более живой остаётся. Потому что поводок непосредственно просовывается сквозь жаберную крышку. И одевается крючок на морду как бы живётся. Сейчас вам покажу. Вот крючок съёмный. Вот он снимается. Вот этот конец через жабры. Просовываем во рту. Где рот вылезает. У нас эта петля у рыбки. Потом вставляем крючок. Вставляем крючок. И потом обратно подвигаем поводок так, чтобы крючок уперся в нос к рыбке. В рыбке получается здесь нос. И вот она с ним плавает. Но есть кое-какие косяки при этой системе. Как бы свои плюсы и минусы. Поводок, во-первых, жёсткий очень. Малёка у вас плавает не горизонтально. А уже хуже плавать более горизонтально. Потому что подок жёсткий через жабрную крышку. И немножко будет слабее играть за счёт этого, мне кажется, в теории. Но даже не это главное. Это всё как бы мелочь и ерунда. При поклёвке щуки на двойник надо уже туда больше выжидать. Реально, чтобы она заглотила этого малька. Так как щука хватает малька поперёк. У него крючок, представьте, вот тут нос у рыбки. Вот крючок тащит. Щука обычно хватает поперёк. Вот схватила. И дальше она малька тащит или стоит на месте. И начинает его медленно переворачивать, чтобы проглотить. Вот, если вы сразу потекёте, можете просто не засечь щуку. Надо будет ждать, когда она её развернёт. Начнём заглатывать тогда. Ну, хотя вот у Андрея на предпоследствии рыбалки у него на такую систему клюнуло. Я ему сказал, потекай. Сразу, когда была размотка. Повезло, хотя видно, что было за край. Угла щуки двойник засел. Ему просто повезло, слабо зацепилось. Но вытащил нормально всё. Ну, щука большая. Просто балька с папиру схватила как надо больше. И крючок достал. А вот ловли на спинку. По классике, если цеплять за спинку, за плавник. Представьте, вот цепанули вот так вот. У вас смолёк нормально играет, плавает вертикально. Щука хватает также поперёк. У нас сразу крючок заглатывает. Ну, то бишь, допустим, даже с другой стороны, если она хватает, она всё равно больше шансов, что крючок достает. И далее уже просто идёт размотка. Там даже я считаю, что нечего ждать. Наверное, сразу просекать. Вон, как на последних двух рыбалках, сами видели. Нет дому схода. Ну, по крайней мере, у меня. В Андрюхе там, по-моему, один был сход. У меня всё на размотках, всё. Чёткие засечки. Ну, конечно, это как тоже, как карта ляжет, бывает по-всякому. Потому что и размер щуки влияет, и каждой щуки немножко свой характер. Одна может быть бешеная, другая более спокойней. Одна разматывает, другая сидит на месте и живёт по-всякому. Это лотерея, ребят. Ну, я обычно не жду на такую классику систему. Если идёт размотка, я прибиваю сразу. Всё, тогда до новых обзоров. Думаю, может быть, покажу вам систему жерлицы. У меня там в подвале заваляли старые. Расскажу про них, про самопотекательные жерлицы. Интересно. Всё, тогда до встречи на новых обзорах или на рыбалке. Всем чао.